Это у нас игровая. Очень много здесь у нас развивающихся игр, игр для мелкоматорики. И мы оборудовали разнообразным кукольным театром. В каждой у нас группе есть буфетная отделка, санитальная комната для наших малышей. Помимо этого, в трехэтажном здании детского сада разместились спортивные и музыкальные залы, праджичная, медицинский блок и кабинет психолога. В просторных и светлых помещениях разместят 10 групп для детей от полутора до семи лет. Кстати, спальни для ребят тоже необычные, отметил губернатор. В спальнях у нас трехяручные кровати. Так, а тут уже взрослые дети. Здесь выдвигаются, покажи. Так, как это все работает? Так сложно понять. Три этажа. Вот это вот три спальных места. Мы всегда уже скушаем сами. Вытаскивали кровать. У нас вообще была одна комната, и в ней происходили вообще все. Этот новый детский сад в селе Дядьково ждали буквально все без исключения. Микрорайон растущий, и разговор об этом в соцобъекте шел давно. Заявки от родителей начали принимать еще в августе. Я от имени молодых мам, проживающих в селе Дядьково, в современном строящемся квартале, хочу выразить большую благодарность за то, что у нас появился новый долгожданный детский сад для наших детей. Хочется выразить благодарность всем, кто стоял у истоков этого важного события, всем, кто принимал участие в строительстве. Детский сад в селе Дядьково – это только одно из долгожданных событий. Следующий на очереди в Кальном. Плюс четыре в районах. В следующем году на очереди у нас четыре детских садика в муниципальных районах. Это Касимовский, Захаровский, Шиловский, Скопинские районы. Уверен, что там тоже жители по достоинству оценят вот эти новые современные здания, новые современные детские садики. Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке. Следующий год президент объявил годом семьи. Павел Молков отметил, что такие события очень важны, поэтому все направления работы, касающиеся года семьи, будут реализовывать с особым вниманием. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Субтитры создавал DimaTorzok